Пинг вот так скачет. А для тебя я подготовил вот этот вот калаш. Подключить вот этот кабель. Все другие сервера просто закроются. Как ты можешь заметить, Google Chrome теперь не жрет интернет. Хей, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И ты часто меня спрашиваешь, как понизить Pink Counter-Strike? Я знаю пару советов, которые действительно тебе в этом помогут. Все, что нужно сделать, это прямо сейчас нажать на лайк, усик, на подписочку и на колокольчик. В принципе, начинаем. Там дальше. Розыглаш. А перед началом ролика подведем итоги вот на этот вот юспик. Все, что нужно было делать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. Если ты это сделал, тогда желаю тебе удачи, нажимая кнопку старт. И победителем у нас становится, пам-парабам, барабанная дробь, Алексей Исаков. Я знаю, что я выиграл. Дружище, я тебя поздравляю. Все, что нужно сделать, это написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой ютуб-аккаунт. Поздравляю тебя еще раз. А для тебя я подготовил вот этот вот калаш. Элитное снаряжение. Ты посмотри, какие наклейки царские. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И все, в среду мы уже подведем итоги. Возможно, ты именно заберешь его. Окей, поехали смотреть, как понизить пинг. И первый, самый простой и самый важный совет, это забудь про Wi-Fi. Из-за Wi-Fi как раз у тебя постоянные лаги и пинг вот так скачет. Тебе все, что нужно сделать, это подключить вот этот кабель. И поверь мне, дружище, в 2, а то и в 3 раза скорость интернета твоя увеличится. Я тебе говорю. Ну, если у тебя скорость до 30 мегабит в секунду, ну тогда, сорян бы. Но если больше 30, вот оно, решение проблемы. А теперь поехали к настоящему первому способу. А он заключается в подборе подходящего для тебя сервера и отключении ненужных серверов. Программа называется Matchmaking Server Picker. Вот так выглядит эта программа. И также следующая программа, которую я дальше буду показывать, ты ее можешь скачать у меня из группы ВКонтакте. Заходишь в группу и нажимаешь написать сообщение. И здесь, маленькими буквами, восклицательный знак пинг. После чего я бот скини тебе архив, ты его скачаешь и разархивируешь. Окей, давай теперь разберемся, что это за программа. Итак, тут показывают сервера и твой пинг на них. А именно, у меня в России 12 миллисекунд. Это потрясающий пинг. Также, в принципе, в Европе у меня более-менее тоже позволяет пинг играть в Counter-Strike. Но у тебя могут быть абсолютно другие цифры, поэтому для себя выбери те, на которых ты захочешь играть. А именно, я выбираю Россию, Польшу и Европу. После чего нажимаю кнопку Ampli. И теперь все другие сервера просто закроются. Видишь, крестики стоят. И все, можешь закрывать программу и заходить в Counter-Strike. И у тебя будет искать сервера ММ только те, которые ты выбрал. Годно? Я считаю, да. Но если вдруг, кстати, есть большая проблема. Твои друзья могут, допустим, играть на Испании сервере, к примеру. И ты не сможешь к ним законнектиться. И чтобы ты смог к ним законнектиться, снова открываешь эту программу и нажимаешь кнопку Reset. После чего твои сервера разблокируются, и ты смело заходишь в Counter-Strike. Окей. Но для начала протестирую это все соло, чтобы не было никаких проблем. Уже годнота-то подъехала, да? Давайте рассмотреть второй способ. Вторая программа называется NetLimiter 4. Она есть в открытом доступе, но я уже сказал, что у меня в архиве она также есть. Заходим в нее, и после чего мы здесь ищем те программы, которые жрут твой интернет. На примере возьмем, просто ради интереса, потому что у меня все убрано. На примере возьмем Google Chrome. Нажимаем на нее правой кнопкой мыши «Добавить правило». После чего, где тип правила, нажимаем «Блокировщик». Где направление, нажимаем «Оба». А где действие блокировщика, нажимаем «Отказать». После чего нажимаем «Ок». Как ты можешь заметить, Google Chrome теперь не жрет интернет. Это означает, что дополнительный интернет, который мы высвободили, теперь поможет нам в Counter-Strike. И наш пинг понизится. Посмотри внимательно все программы, потому что в некоторых программах бывают вирусы, и они поджирают интернет. Кстати, о вирусах. Поехали теперь к третьему способу. Все слышали о DrWebCurate? Это тот антивирус, который не устанавливается на твой компьютер. Это очень годная тема. Давай сначала покажу, как его скачать. В Яндексе пишешь слово «ку-рейт». Окей. После чего самое первое, с короночкой, заходишь сюда, и дальше нажимаешь «Скачать DrCurate» и «Скачать DrCurate». После чего там 200 мегабайт скачивается, и потом нажимаешь «Запустить». После чего надо просто начать проверку. И все. Я считаю, это годная тема. Он сейчас найдет мне кучу всяких вирусов, потому что давненько не проверял, подойдет несколько недель. Поэтому сейчас я пока нажму на паузу, а потом покажу тебе, что действительно он нашел. Итак, спустя некоторое время он нашел только одну угрозу. И что это означает? Означает матчмейкинг и нет лимитед. Это не угроза, поэтому можешь смело скачивать и пользоваться. И также скачивать DrWebCurate. Окей. Сам видишь, осталось только кнопочку нажать «Обезвредить». А мы приступаем к четвертому способу. Об этом способе я рассказал в прошлом видео. Ссылку, кстати, оставлю в описании. Там тоже куча годных способов, как понизить твой пинг. Но я должен об этом упомянуть. Нужно зайти в настройки «Сима», после чего зайти в «Загрузки» и выбрать «Регион для загрузки». Я живу в Санкт-Петербурге, я выбираю Санкт-Петербург. Если ты живешь в Москве, выбирай Москву. Но если вдруг ты живешь в таком городе, где нету этого региона загрузки, поищи на карте «Самый ближайший» и поставь его. Также не забудь очистить кэш загрузки. Вот эту кнопочку. После чего в браузер нажми кнопку. И дальше также очистить кэш браузера. Ну и удалить все куки браузера тоже не помешает. После всех вот этих манипуляций заходишь в Counter-Strike и нажимаешь максимально допустимый пинг в настройках Counter-Strike 120. Подробно, я говорю еще раз, посмотри, видео есть в описании. Я рассказал тебе о способах, которые лично знаю и сам применяю. Поэтому с тобой буду прощаться. Серега, красавчик, ты тоже красавчик. Кстати, участвую в этом конкурсе. Халя уже, для тебя стараюсь. Смотри, какая годная тема, такие наклеечки. Пушка просто. Ну и, кстати, посмотри вот это годное видео. Реальная царская тема. Все, давай. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok